Несчастье случилось в ночь с 22 на 23 июля. Когда рано утром я пришла в сарай, обомлела. А кровавленная Фанечка сидела на пану. У нее отсутствовала одна ножка. Под клеткой валялись белые перья. Что было дальше, помню смутно. Я ее схватила и бросилась в дом. Потом прибежала в сарай зачем-то искать пропавшую лапку. Как будто это могло чем-то помочь. Впрочем, ножку я так и не нашла. Рана оказалась глубокой. Отсутствовала полностью все бедро. Весь этот день и последующие два я не отходила от нее. Обрабатывала рану, поила антибиотиками. Кормила принудительно, так как самостоятельно она клевать отказывалась. Находилась она все это время в коробке или у меня на руках. Родные говорили, она не выживет. Но я не верила им и продолжала бороться за ее жизнь. Все это время меня не оставляла тревога за дальнейшую судьбу моих птичек. Кто мог сотворить такое с Фанечкой в закрытом сарае? Враг был невидимым и потому в войне опасным. Он мог наведаться еще. А я не знала, как с ним бороться. Тем временем Энечка тяжело переносила отсутствие Фани. Все это время он метался по сараю и бился в сетку. Больно было смотреть на его страдания. Но помочь ему я ничем не могла. Фанечка была еще слишком слаба, чтобы возвращаться к нему. Фанечка не могла. На ночь я Энни забирала из сарая и рассыпала там отраву. Теперь мои голубочки ночевали в доме в коробках. Энни в большой, а Фанечка в маленькой. На четвертый день Фанечке стала значительно лучше. Поэтому было принято решение ненадолго отнести ее в сарай. Энни очень обрадовался. Сразу успокоился, сел напротив нее и начал чистить перышки. А потом бросился ее ласкать. Музыка. 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 Однако только я выключила камеру, он клюнул мою Фанечку, почуя в слабину. Она поторопилась от него отвернуться. Видя такой поворот событий, Яфаню унесла. А Энни начал нервничать и летать по сараю. Продолжение следует... Продолжение следует... До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...